Путин перестал комментировать ход войны. Последнюю оценку боевым действиям публично глава Кремля высказывал два месяца назад в интервью Павлу Зарубину. Это заметили журналисты Верстки. Тогда Путин заявил, цитирую, «динамика положительная, все развивается в рамках плана». А дальше о войне, о конкретно боевых действиях молчок. С чем это связано? А также о новом законе, который запрещает дискредитировать всех российских солдат, в том числе наемников. За это можно сесть на 15 лет. Зачем этот закон? Говорим обо всем этом далее. Александр Соловьев, бывший председатель оппозиционного движения «Открытая Россия». Наш следующий гость. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, Путин перестал говорить о боевых действиях. Не вспоминал их практически 21 февраля, когда обращался к федеральному собранию. Не вспоминал на концерте в Лужниках. С чем это связано? Почему перестал комментировать конкретно войну? Ну, возможно, здесь опять же-таки может быть несколько версий. Возможно, просто там и комментировать особо нечего. Потому что если бы у него было хоть что-то, что он мог бы продать за свой успех, может быть, он это комментировал. Следующая версия заключается в том, что, вероятно, такой пошел слух, что уже спичрайтеры постепенно начинают продавать, не только через него, но и через всех официальных лиц, такую новую сказку, новую байку о том, что, дескать, вот весь этот год Россия там воевала со всем миром, на самом деле, а не с Украиной. И всего она молодец добилась. И вообще Володя Путин молодец всего добился. Защитил интересы России. И, возможно, таким образом общественное мнение готовится к тому, что, ну вот, собственно, победой будет объявлено то, что сейчас есть, та ситуация, которая есть. В пользу такой версии говорит то, что, в принципе, Кремль уже не первый раз все время за власть Путина умудрялся называть своей победой все, что угодно, лишь бы просто подготовить общественное мнение. Слушайте, ну вот эта история о том, что с миром весь год Россия воевала, ну также еще чуть-чуть, и они будут говорить о том, что воюют с Альфа-Центаврой. Ну это же уму непостижимо, в смысле, со всем миром. И с Австралией тоже? Ну у них, понимаете, ну конечно, как же, вот они возьмут и покажут, я не знаю, нарезку, где там якобы недавно была добровольца из Новой Зеландии воевала, ну все, и объявят. Понимаете, вы пытаетесь вкладывать логику в умы людей, но не скажу, что у которых логики нет, но которые, ну понимаете, у них нет того, кто так же громко заявит, что вы чем вообще несете. Понимаете, когда нет никакой конкуренции ни в СМИ, ни где, вы можете говорить все, что угодно. Но мы все с вами жили, ну я не знаю, я жил еще чуть-чуть Советский Союз застал, и как бы там говорили и более дикие вещи о том, что вот семимильными шагами в коммунизм сейчас вот прям придем. В наших эфирах российские эксперты говорили о том, что у Путина отслеживают социологию, отслеживают настроение россиян, пусть она и не 100% отвечает действительности, потому что люди на улицах боятся открыто высказывать свое мнение, если особенно оно отличается от официального мнения российской власти. Есть ли у россиян сегодня запрос на доклад, условно, от своего президента? Хотят ли они слышать о том, как проходит так называемая специальная военная операция? Хотят ли они слышать о войне? Я не думаю, что в целом вообще у россиян когда-либо был большой запрос на какой-то вот такой, что называется, доклад от президента. У россиян в действительности есть огромный запрос. Ну, это мое, конечно, может быть субъективное суждение, но если бы был, я не знаю, сменился президент и вдруг начал говорить, ну, хотя бы своими словами, а не просто по бумажке, это бы вызвало настоящий живой интерес. А слушать что-то очередное от Владимира Путина, ну да, его включат по всем телеканалам, но это не будет означать, что у россиян был огромный интерес. Да, его будет смотреть огромное количество людей, в первую очередь из оппозиционной части населения, потому что каждый раз, когда что-то говорит президент, что-то меняется к худшему. Поэтому за этим следят не потому, что очень интересно, за этим следят либо потому, что очень страшно, либо потому, что нужно быть в курсе, к чему готовиться, либо потому, что, ну, есть, конечно, ядерный электорат Владимира Путина, да, вот он его обожает и за ним следит. Плюс вы верно указали, что все эти опросы, они очень сильно деградировали в сторону этого мыльного пузыря, когда вы рано или поздно скатываетесь в опрос тех, кто с удовольствием отвечает на все вопросы, а на все вопросы ответит только тот, кто является ядерным сторонником Путина, потому что там такие вопросы задают, что вы либо перестанете на них отвечать, либо если вы поумнее, не хотите 15 лет, вы просто соврете на все, либо вот вы вот такой вот дурачок, который вот, да, за Володю. Вчера Государственная Дума Российской Федерации приняла изменение в закон о запрете дискредитации и клеветы в отношении участников специальной военной операции. Это так называется закон. Оскорбив российского солдата, теперь можно сесть на 15 лет. А прописано в законе, что является клеветой и оскорблением. Ну, вообще там использованы все те же формулировки, что и в законе о дискредитации армии и, соответственно, действий Российской Федерации. То есть, в принципе, все, что не соответствует официальной позиции Министерства обороны, может быть, расценено как оскорбление, дискредитация и так далее. Плюс, ну, для оскорбления и для клеветы может быть использовано то, что, соответственно, уже прописано давным-давно в статье о клевете, которая просто никем не используется. Используется только такая вот дичь, которая полностью противоречит даже ими же принятым законам и даже их же изнасилованные конституции. Но ничего страшного. Поэтому я бы здесь не видел ничего необычного в принятии этого закона. Если честно, удивительно, как они не приняли его раньше вместе с тем же пакетом, что они приняли год назад. Там же интересно, что теперь этот закон будет защищать в том числе, я цитирую, добровольческие формирования организаций и лица, которые содействуют в выполнении возложенных на вооруженные силы России задач. То есть ЧВК Вагнера. Этот закон лично лоббировал Пригожин. Вот как теперь, если мы знаем, что в ЧВК Вагнер воюют бывшие зэки с тяжкими преступлениями, получается ли так, что теперь, имея этот закон, в России нельзя говорить о тех преступлениях, которые совершали эти люди, или, не знаю, осуждать этих людей публично, в СМИ, в телеграм-каналах. Ну да, если человек убил, то назвать его... Убийцей. Я не знаю точно, как будет применен этот закон, но это вполне вероятный сценарий. То, что вы описали, вполне возможно будет использоваться именно так, если вдруг, ну, кто-то, я не знаю, из журналистов напишет какую-то статью о том, что, дескать, вот наградили, смотрите, кого наградили. Он там, я не знаю, насиловал, убивал десятки лет, сидел за это 15 лет, там, строгих режимов, а теперь он у нас герой. Возможно, этот закон абсолютно точно дает почву для его использования таким образом, просто пока он, конечно, так еще ни разу не применялся, но он пока даже еще, он только третье чтение прошел, насколько я знаю, он еще президентом, поэтому, ну, посмотрим, шансы на то, что он так будет использован, очень высоки. А зачем, для чего российской власти все равно, в принципе, нужен этот закон, если есть вот этот закон о дискредитации армии, и участникам, специальной, так называемой, специальной военной операции? И они же по нему неизбирательно сажают. Зачем придумать еще один закон, по которому точно так же неизбирательно будут сажать? Можно просто неизбирательно сажать по одному закону и все. Можно и без закона. Можно и без закона, да. Абсолютно право, можно и по одному, можно и без закона. Технически это не другой, в смысле, это не новый закон, Технически это просто пополнение в тот самый закон о действительности вооруженных сил и действий Российской Федерации во время специальной военной операции, как они там это все прописали. Но я думаю, что, понимаете, когда вы раскручиваете репрессивную машину, вы уже сами ее не особо контролируете. Она все дальше и дальше раскручивается, и все эти действия, они идут полностью в логике уже принятых решений. Да, с одной стороны, можно было бы сажать и по старому закону, как вот уже недавно за анекдот посадили человека. Хотя там не было никакой особой, знаете, прямого возложения ответственности, я не знаю, за действия в Украине на Российской Федерации. Там был анекдот. То есть как бы самому надо было додумать. Ну и вот, соответственно, органы додумали, признав тем самым, я не знаю, то ли правдивость анекдота, то ли что. Но, возможно, для силовиков это упрощает задачу, возможно, для следственных органов это сильно упрощает задачу. Если бы вот, я не знаю, была вот такая формулировка, то мы бы сажали там, не знаю, чуть больше. Плюс в рамках дальнейшего устрашения населения и дальнейшего выдавливания всех недовольных. Владимиру Путину же ведь очень хочется, чтобы в стране остались только те, кто его вот фанаты. То есть Кабаева и ее родственники. Ну, Кабаева не в стране. Кабаева в Швейцарии или где-то. Да, она в итоге даже не в стране. Вот. Ну, даже если это будет означать, да, радикальное снижение населения, ему проще, когда в стране никого не останется из тех, кто с ним не согласен. Поэтому это в рамках этой логики. Противовоздушная оборона в Москве. Журналисты российских оппозиционных изданий пишут, что для ее установки там вырубывают леса и заповедники. Во-первых, зачем в Москве ставить противовоздушную оборону, если Украина неоднократно заявляла о том, что не собирается никаких, не имеет никаких претензий к Москве и территориальных, не собирается туда наступать и бить по Москве. А во-вторых, как люди реагируют на то, что противовоздушная оборона в столице России на крышах, там она ставится, Минобороны и других зданий вокруг России. Как реагируют россияне? Боятся, тревожатся. Что у них на душе, может, вы знаете? Люди реагируют, конечно же, по-разному. У нас, к сожалению, нет объективных данных, которые бы четко свидетельствовали. Я не знаю, тысячи три хотя бы реально опросить независимо было бы уже интересно. Но, к сожалению, таких данных пока нет. Из моего окружения, конечно, у меня не так много людей в окружении, которые поддерживали всю эту историю. Но, в основном, конечно, людям тревожно. С такой грустной иронией люди шутят о том, что он три дня Володя Путин рассказывал. И, ну, кто-то считает... Вы поймите, здесь смотреть на то, что люди думают, ну, может быть, и не особо релевантно. Потому что, опять же, та самая ядерная поддержка, агрессивная поддержка Владимира Путина, она себя убедит абсолютно в любых вещах, что, дескать, правильно надо защититься. Защититься. А то же мы там, я не знаю, со всей НАТО и воюем, понимаете. Когда у них спрашиваешь, а что вообще такое НАТО, там половина из них знать не знает, что это НАТО. Вот. Ну, в своей голове, особенно когда там каша, можно что угодно выстроить, какую угодно оправдательную концепцию. Большинство людей, конечно, я думаю, смотрят на это молчаливо, немного депрессивно и, ну, с таким, как бы, доигрались. Вот. Для чего это делается? Я думаю, что делается это в том числе, ну, просто по соображениям того, чтобы украинцам не удалось провести какую-то хитрую, скрытую, дерзкую атаку на какие-то объекты инфраструктуры типа Министерства обороны прямо вот в Москве, потому что это было бы, конечно, очень такой большой жирный плевок. Вот. И плюс, мне кажется, что в целом они не очень, не так сильно заморачиваются по рейтингам, как они заморачивались до войны, потому что теперь они могут, они и раньше-то все в асфальт закатывали, а сейчас-то уж они могут вообще какой угодно рейтинг принести бункерному деду этому, и он во все поверит. Поэтому даже установку ПВО они могут выставить, я не знаю, как вот действительно народная война такая началась вообще за Россию-матушку. Потому что они все переворачивают. Вверх дну. Ну да. Защищаются же Родину, им нужно защищать, при этом напав и на Украину и перешев границы чужой страны. Спасибо вам, Александр Соловьев, бывший председатель оппозиционного движения «Открытая Россия», говорили о том, почему Путин перестал комментировать ход войны, и о новом законе, который теперь, дискретировав российского солдата, в том числе добровольца, в том числе ЧВК Вагнеровца, можно сесть до 15 лет в тюрьму. Спасибо.